Вы смотрите информационный канал Севастополя. Программу «В контексте». Мы говорим о реализации программы «Доступная среда». У нас в студии начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитической работы главного управления социальной защиты населения Севастополя Станислав Бугаенко. Здравствуйте, Станислав Анатольевич. Давайте все-таки начнем с подведения итогов 2014 года. Насколько успешными они оказались? Город Севастополь начал участвовать в государственной программе «Доступная среда» 2014 года в августе месяце. Так, 19 августа 2014 года была принята региональная государственная программа «Доступная среда» города Севастополя, в соответствии с которой было выделено из российского бюджета, бюджета федерального 42 миллиона. Из них 25 миллионов по линии Министерства труда и 17 миллионов по линии Министерства образования. Что на эти деньги удалось сделать? Касаемо 25 миллионов, были выбраны 7 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Это сферы культуры, социальной защиты, образования, транспорта, здравоохранения, физической культуры, информации и связи. В 2015 году программа, насколько я понимаю, также продолжается. Какие работы делаются в ее рамках, сделаны точнее в ее рамках за минувшее время и какие планируется сделать до конца этого года? Вы знаете, программа 2015 года на сегодняшний день принята в городе Севастополе, 14 апреля. Бюджет программы предусматривает около 12 миллионов рублей, из них 600 тысяч это из бюджета города Севастополя, порядка 11,5 миллионов из федерального бюджета. Программа только принята. На сегодняшний момент готовятся документы для согласования и подписания соглашения с Минтрудом на выделение софинансирования. 95% по данной программе будут выделяться из федерального бюджета. Мы можем говорить об объектах, которые выполнены в 2014 году. У нас программа «Доступная среда» 2014 года выполнена на два объекта. Это два объекта, включенных в сферу здравоохранения, поликлиника, прошу прощения, это филиал детской поликлиники номер 2, которая на летчиках находится, и поликлиника номер 2 городской больницы номер 1 имени Пирогова на Ефремова. Сегодня с общественными организациями инвалидов мы проехали в эту поликлинику, посмотрели, доступность объекта полная. То есть инвалид на коляске может попасть в любое помещение на сегодняшний момент? Да, на сегодняшний момент. Что является целью программы? Целью программы является действительно о том, чтобы инвалид мог попасть в любое помещение в здание. Не имеет значения на каком это этаже. И мы говорим не только об инвалидах-колясочниках, инвалидов по зрению, по слуху. Это также и маломобильные группы населения, то есть люди с переломами рук, ног, мамы с колясками, беременные женщины, просто ветераны. Где можно увидеть примеры завершения этих работ? Я знаю, что в правительстве существуют специальные площадки, подъемники. Но в правительстве было адаптировано не из средств программы «Доступная среда». Но тем не менее это тоже сделано. Это сделано. И концепция правительства Российской Федерации в том, что не только в рамках программы. На сегодняшний день вся строительная документация и строительные объекты, которые сдаются, должны быть адаптированы уже. Также объекты, которые проводятся капитальный ремонт, либо частичный ремонт. То есть это уже внесено изначально в планы? Это внесено в строительную документацию. То есть ни один объект не может быть сдан без адаптации его для посещения инвалидами и маломобильными группами. Что касается перспектив. Насколько они обширены? Перспективы на сегодняшний день. Программа Российской Федерации государственной 2011-2015 год. Разрабатывается программа на 2016-2020 года. Это перспективы города Севастополя. У нас также 7 объектов в этом году включены. Если мы говорим по каждому объекту, можно обсудить, конечно. По сфере здравоохранения это будет городская больница номер один. Центральная. Центральная, да. Разумеется. В сфере социальной защиты населения это будет Севастопольский городской комплекс центра социального обслуживания. Транспортная инфраструктура выделяется миллион Для адаптации дорог и транспортной инфраструктуры. Потому что сумма в принципе незначительная. Приобретение какого-то транспорта не позволяет. А именно адаптация съездов, пешеходных переходов Это идет в транспортную сферу. По культуре у нас центральная библиотека системы для взрослых. То есть там приобретение оборудования будет для того, чтобы... Кстати, какое оборудование приобретается в рамках программы? Вот перечень приблизительный. Ну, мы так же самое говорим. Это подъемники. Ну, это основное, можно сказать. Да, если это многоэтажное здание, понимаем сами, что у нас строение в основном 70-80-х годов постройки. И в большинстве из них нет лифтов. А инвалидам, в том числе, вот колясочникам. Как поднимать? Ну, вот где, допустим, 5 этажей, все, лифта нет. Лифта нет. То есть приходится делать так называемые подъемники. Да, это та же самая пандусы для ступенек в начале. Это также расширение дверного проема. Адаптация санузлов. Знаете, одно из очень важных, потому что инвалидам очень сложно попасть в общественный туалет. Ну, по сути, тут должны быть, наверное, в каждом туалете места, где инвалид. В каждом учреждении оборудуются специальные туалеты для инвалидов. Но это те учреждения, которые попадают в программу. А там, где нет, приходится... Где нет, мы уже с вами говорили о том, что если проводится ремонт, то уже, извините, все... Либо строительство, то это должно быть. И объект не может быть принят к сдаче, если он не адаптирован. Даже в административном кодексе Российской Федерации предусмотрены административные наказания. Вы упомянули об адаптации для инвалидов в городских улиц. Что делается в этом направлении? Съезды, пандусы, пешеходные переходы? Конечно. Пешеходные переходы, съезды, пандусы, остановки. Сейчас вот даже, ну не в программе, доступно всегда приобретение автотранспорта. Это уже отдельная программа, насколько я знаю, но тоже немаловажный аспект. Немаловажный аспект в том, что приобретаться сразу будут автотранспорт, который адаптирован уже для инвалидов. То есть низкопольные, с удвижными? Низкополые, либо возможностью доступа инвалида туда, в том числе инвалида-колясочника, потому что им сложнее всего передвигаться. На сегодняшний день Севастополь все-таки вот в рамках программы доступности, насколько он доступен для инвалидов? Как социальные учреждения, так и правительственные. Если сравнивать приблизительно вот с другими городами. Ну невозможно сравнить с другими городами, допустим, даже если взять Одессу, Сочи, Казань, там где проводятся крупные масштабные мероприятия, города действительно полностью адаптированы. Пешеходные переходы, подземные в том числе. Севастополь только с 2014 года начинает участвовать в этой программе, поэтому небольшими, маленькими шажками пытаемся. То есть можно сказать, все впереди, если на данный момент это просто начальный этап, можно так сказать. И на данный этап именно приведение доступности объектов. Что касается самих инвалидов, с какими вопросами чаще всего они, допустим, вот к вам обращаются, приходят, с какими просьбами идут? Вы знаете, все-таки вот то, о чем вы говорите, это съезды, это передвижение по дорогам города Севастополя, по тротуарам города Севастополя и возможность попасть в какое-либо учреждение. Ну, основные, что называется, наиболее основные. Опять же, вот люди с ограниченными физическими возможностями, наверное, зачастую бывает так, что не просто просят, а требуют сделать и сделать и сделать. Вникают ли они в то, что денег-то на все не хватает, необходимо подождать, необходимо терпение? Да, конечно. Постоянно проводятся совещания с представителями общественных организаций инвалидов, где эти вопросы поднимаются. Ими предоставляются просьбы, действительно, о том, чтобы адаптировать. Мы с вами прекрасно понимаем о том, что, допустим, в этом году у нас будет адаптироваться поликлиника номер один. На нее выделено 3,5 миллиона. Мы понимаем, что полностью сделать доступный объект за такие деньги, ну, практически невозможно. Но частично, либо условно доступным объект будет, будет сделанным, будет работать. То есть, позволит, самое главное, попасть инвалиду в это учреждение. Что касается самих севастопольцев, насколько они сегодня отзывчиво сами инвалиды рассказывают, как им удается, допустим, переправиться на северную сторону. Зачастую бывает это необходимо. Насколько я знаю, ну, по крайней мере, вот сам видел, когда сотрудники Севастопольского морского торгового порта помогают колясочникам буквально вот с причала, на катер их загружают, выгружают. Обычные севастопольцы как относятся к людям с ограниченными возможностями? Вы знаете, мне кажется, абсолютно так же самое. И прекрасно понимают их проблемы. И помогают, чем могут. В том, что в организациях даже предусмотрено, в случае законодательской РФ, предусмотрено о том, что если объект недоступен, то должен предусматриваться такой человек, который помогает инвалиду попасть в нужный кабинет. Вот этого я не знал, между прочим. Это на самом деле интересный аспект. То есть, можно сказать, что пока все объекты недоступны, людям стоит все-таки проявлять сострадание и входить в положение человека, который не может попасть, допустим, в ту же больницу, в то же правительственное здание. И если даже нет поблизости того, кто это должен делать, просто по-человечески помогите. Ну, так и происходит на сегодняшний день. Потому что других возможностей пока нет. Но будем надеяться, что все-таки программа со временем будет все более и более финансироваться. Финансирование с нее будет улучшаться. И инвалиды все-таки получат возможность доступного посещения всех социально значимых объектов города. Спасибо большое. Вденем на это надеяться. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала Севастополя. Продолжается. Проявляйте сострадание, помогайте людям, которые ограничены в своих возможностях. И, возможно, им это поможет.